привет друзья вы на канале за game of books меня зовут гарри и сегодня я вам покажу свои новые книги быстросюжетные ветки издательства инспирио на данный момент эта серия у меня является наверное одной из самых любимых раньше это была серия от азбуки звезды мирового детектива который у меня вот за спиной кстати у меня уже практически весь шкаф заполнен пока это самая большая серия там больше уже 110 книг но судя по тому как активно издательство inspire выпускают свои новинки еще полгода и я думаю книг будет гораздо больше так начать я хочу опять перейдем сразу к новинкам с первой книжки это будет бледнолицая ложь дэвида кроу у меня эта книга была я ее читал в электронном формате мне она безумно понравилась это одна из лучших в серии документальный триллер года вот но когда захотел сделать фотографию я открыл свой экземпляр и оказалось что там сыпаются странички то есть они не приклеены и не зашиты это грустно это печально за последний наверное месяца два это уже вторая книга первая это была у меня по моему то ли первая или вторая часть переиздания голодных игр где тоже было не зашито и вот поэтому я решил что эту книжку я отнесу куда-нибудь в буккроссинг у нас в городе есть несколько пунктов и возможно кому-нибудь приглянется это красавица и они ее прочитают потому что книга на самом деле очень достойно и многим важно просто прочитать в бумажном варианте не обязательно хранить у себя дома поэтому пустим на благое дело книжку о себе в коллекцию я купил новый экземплярчик пусть будет вот в общем ладно а теперь перейдем к другим новинкам а потом уже расскажу о планах издательства так следующая у меня новинка это сьюзен хилл чистый сердцем я читал первую книгу автора в этой серии это детективный цикл этюд на холме мне книга не очень понравилась потому что она была наполнена огромным количеством воды ненужной информации слишком много персонажей мало движухи единственным плюсиком был финал который на самом деле меня удивил ошарашил потому что такого поворота я не ожидал но знаете выехать за счет только неожиданного финала не самый лучший вариант в общем я купил себе вторую часть на данный момент уже в продаже есть и третья часть цикла я обязательно все соберу но вот буду ли я читать этот цикл тут надо задуматься потому что если вторая книга кажется настолько слабой как и первая я очень сильно расстроюсь вот такая вот обложка в принципе оформление серии будет очень одинаковым и мы идем дальше кстати я на лайфлибе пытался найти сколько книг в этом цикле так и не смог потому что там информацию не обновили ее нет а у сьюзан хилл просто огромное количество книг в этом разобраться будет тяжело но чуть позже этим и займусь когда собственно и захочу прочитать вторую часть и раз уж я начал говорить про циклы то у меня тут будет эдвин хилл пропавший это тоже вторая часть тут по моему трилогии не циклом вот первая книга мне не очень тоже понравилась была слишком слабой не интересной как же она называлась вот я даже название забыл сейчас все я вернулся первая книга называлась слабое утешение подсказка оказывается была зарыта в названии книги потому что сам роман тоже очень очень слабым оказался вот сейчас открою вам покажу обложку второй части ложки конечно очень красивые это 18 плюс у нас поэтому в пленке вот такая вот обложка тоже планирую все-таки дать автору еще один шанс и посмотреть вдруг что-то интересное из этого выйдет так и третья книга and cliffs это уже раз два третья книга автора в цикле про инспектора веру но в издательстве inspire это только вторая книга потому что они первую часть цикла не переиздали у них в ветке то есть там вышла только вторая книга и третье оформление конечно потрясающе кстати это по моему единственный цикл который идет сначала маленький полу супер потом идет просто супер обложка под ней вот такое вот оформление скрытые глубины но мне очень нравится оформление вот тут могу сказать что первая часть цикла опять-таки меня не очень сильно потрясла потому что там тоже очень много было воды описание каких-то пейзажей да и сам сюжет не смог зацепить но что-то такое вот было я дал автору еще один шанс приступил ко второй части и вот во второй части я влюбился из персонажей и в героев в общем цикл меня смог заинтересовать поэтому долго откладывать не буду совсем скоро примусь за третью часть а 4 уже вот-вот буквально на днях поступит в продажу то есть я очень рад что очень быстро переиздают и издают этот цикл так перейдем дальше дальше у меня пойдет ладно давайте маленькой книжки перейдем книги колин гувер отличаются размером потому что они маленького формата по сравнению с другими книгами не сильно отличаются но все равно в глаза бросается первая книга тайный дневник верите мне безумно понравился там прям вот саспенс качественный саспенс хотя я не ожидал от автора который пишет в основном подростковой любовной романы такого накала прям вот жути первая смерть лайлы тут простите я не могу не кинуть спойлер я уже читал эту книгу купил исключительно для коллекции вот обложка кстати тоже довольно клевая но тут вот опять очень неоднозначное впечатление потому что в принципе мне книга очень понравилась но она не соответствует жанру в котором ее выпустили и по крайней мере как ее подавали если вам не нравятся мистические истории не читайте эту книгу потому что здесь вроде написано было элементы мистики элементы мистики часто могут встречаться в некоторых детективах и это такой знаете приятный шлейф скажем так вот но в этом романе это является центром сюжета здесь призраки здесь так ладно дальше пойдут спойлеры но в общем я могу сказать что это просто даже триллером не назвать мистическая драма о любви то есть тут колин гувер вернулась к своему жанру писала про любовь финал получился опять очень очень крутым мне он понравился вот довольно логичным но при этом опять таки именно в жанре сплошной мистики то есть к детективам триллерам и остросюжетки я эту книгу отнести не могу и поэтому я не знаю как ее даже оценивать я был разочарован только из-за того что у меня ожидания были немножко другие если бы их не было книга мне наверное понравилось бы еще больше в любом случае буду надеяться что дальше какие-нибудь остросюжетные книги колин гувер будут выходить насколько я знаю автор только сейчас ушел из романтики больше вот в такой вот жанр детективный в кавычках посмотрим какие новинки она приготовит нам в будущем так об не падать не падать меган миранда последняя гостья этот автор очень много раз издавался в россии до этого по моему издательство клевер выпускали издательство st и exmo но теперь уже издательство инспири первую книгу автора в серии от инспири я читал она называлась девушка из вы до ухилл мне очень понравился роман это такой ну неплохой триллер чтобы скоротать вечер там кстати тоже можно отнести жанр саспенс вот вторая книга называется последние гости здесь обложка вот не знаю вот вот изначально в анонсе был заявлен цвет красный что типа название будет красным а по факту выпустили прям ярко розовым возможно это ошибка типографии потому что такое в последнее время тоже часто бывает но если очень долго смотреть можно сказать довольно неплохо в основном я стараюсь не читать в этой ветке аннотации потому что я в любом случае планирую прочитать все романы которые будут изданы от издательства инспири вот эту я еще не читал тоже в ближайших планах отправляется на полку так неудобная женщина стефани бюллинс кстати я название по моему не зачитывал всех книг или зачитывал у меня уже с памятью что-то вот такая вот обложка мне книга кстати вот тут оформлению не очень понравилось то есть в принципе если обложка даже ничего но когда выложили вот такую вот картинку я думаю господи что у нее со спиной то есть если исходить из корешка и вот тут вот какая-то прям горбатая женщина а не то что неудобно эту книгу я читал если вы любите семейные триллеры про сильных женщин а читайте финал кстати здесь тоже получился очень крутым вот я заметил вот если даже роман средненький а финал вышел удачным удачным в моем понимании когда он по справедливости вот прям вот закончилась история так как я собственно и хотел бы чтобы она закончилась я остаюсь очень довольным поэтому эту книгу могу смело советовать она прям ну очень маленькая здесь сколько меньше 300 страниц крупный шрифт очень крупный вот много диалогов поэтому вы прочитаете очень быстро советуем так идем дальше выйти из чата очередная прекрасная вырубка кстати это какой-то новый жанр я так ну как жанр подобных книг я по крайней мере не встречал которые полностью состоят из переписок то есть тут сюжет основан из сплошных писем переписок из чатов и прочее вы должны отгадать насколько я помню кого убили а потом уже кто убил довольно интересная не читал вырубка вот такая вот очень красивая вот эту книгу мне как-то отправляли еще до того как ее отправили в печать в электронном формате но я не смог ее прочитать потому что здесь огромное количество персонажей и не запутаться читая в электронке практически невозможно поэтому я ждал пока выйдет книга в печатном варианте кстати здесь есть насколько я помню то ли в начале то ли в конце список всех персонажей поэтому легко будет к ним возвращаться и плюс тут проще стикерами заметки ставить чтобы провести собственное расследование поэтому эту книгу уже заранее хоть я еще не читал сразу говорю не слушайте в аудио формате вы очень многое потеряете ее надо только читать и получать удовольствие пока плохих обзоров не видел очень много слышал хорошего поэтому ожидание завышенный так перейдем к моему любимому автору наконец-таки я могу себе на полку положить глазами жертвы майка омера или омера я раньше назвал майк умер а теперь называем майк омер потому что очень часто в издательстве меня поправляли вот такая вот красивая вырубка и не очень красивая обложка здесь она мне ну вот ну не нравится она очень выбивается из всей трилогии вообще-то серия очень страшненько смотрится на полке потому что первая книга была выпущена в серии главный триллер года просто от издательства exmo 2 книга была выпущена в издательстве inspire с полу супером но тоже красивой обложкой а третья книга вот такая ярко-оранжевая и без полу супера то есть все три части по оформлению отличаются это грустно очень грустно плюс первую часть не планируют в ближайшее время переиздавать хотя продажи там очень крутые так что хотел по поводу этой книги сказать я ее читал еще задолго до того как она вышла в продажу а вышла она еще летом потому что на данный момент уже в продажу кстати поступил четвертый роман майка омера это уже предыстория приквел к этой трилогии вот здесь на форзе c можно увидеть мой короткий отзыв что могу сказать люблю обожаю этого автора за персонажей за атмосферу за юмор и я считаю что трилогия закончилась просто на идеальной ноте видел много нехороших отзывов что типа автор немножко слился вторая часть внутри убийцы а точнее внутри убийцы это первая часть вторая часть зажива в темноте является самой сильной в этой трилогии это факт но я считаю что завершение получилось очень удачным я обязательно запишу обзор полноценный плюс на и четвертую книгу потому что они все взаимосвязаны но майка омера я всем советую я считаю что это один из новых лучших авторов в россии сто процентов рекомендую и следующая книга как раз таки относится тоже вот к майку омеру но в плохой стороне это последний ход мэри бертон тоже здесь вырубка это кстати одна из немногих книг в издательстве inspire где оформление мне не нравится сразу напоминает ход королевы который издательство ст выпускала но очень какого-то дешевого варианта по поводу сюжета мне эту книгу тоже присылали в электронном формате на обзор но как если что вы на форзации мой отзыв не найдете потому что мне книга не понравилась и сейчас постараюсь объяснить почему кстати это тоже про файлеров все книги о профайлеров будут вот с такой вот меточкой то есть это отдельная серия вот потому что мне нравится майка мер такое ощущение кстати я по году выпуска книгу не проверял была ли она написана после трилогии амера или нет потому что такое ощущение как будто автор не то что вдохновился просто украл практически весь сюжет с трилогии амера тут были несколько моментов кстати не очень хороших это постельные сцены я не очень люблю когда в детективах в какой-то момент прям вставляется в ненужных местах описание секса и тому подобное а здесь этого полно причем описано настолько такими не классными словами аля типа я взяла в рот его естество и начала сосать там и тому подобное думаю господи вроде все так неплохо было но это конечно подпортило впечатление вот автор в общем слямзил практически все у амера и если бы я не читал его трилогию возможно эта книга мне бы понравилась потому что здесь много маньяков здесь есть в принципе движуха и тема профайлинга неплохо раскрыта но чувствуется вторичность после ее книг амера опять я уже миллион рассказал амер в общем амер задавил мэри бертон и поэтому последний ход мне не понравился увы и ах сара пирс санаторий эта книга понравится тем кто любит герметичные детективы хотя у нас персонажи не заперты ни в комнате не в квартире не в замке но находится вместе изолированном от всего мира на горнолыжном курорте по атмосфере книга мне очень понравилась мрачная пугающая и такая вы знаете здесь есть как раз таки вот эти нотки мистики когда ты до конца не понимаешь что здесь происходит но если судить как детектив так тут огромное количество дыр здесь очень много деталей которые просто глаза режут и тут хочется к этому роману почему-то придираться поэтому я немного оценку занизил сделаю чуть позже тоже полноценный обзор на отдельно именно на этот роман вот где зачитаю вам некоторые отрывки которые меня и смутили потому что то я смеялся потому что это настолько нелепо и глупо было но вот дойдя до самого финала могу сказать что самое плохое в этой книге это эпилог такое ощущение как будто автор написал книгу посмотрел на все и решил что вышло довольно неплохо надо наверное превратить в серию возможно даже в трилогию но как же это сделать если история вроде как закончилась а напишу-ка я эпилог который в пух и прах разорвет всю логику повествования но зато будет почва для продолжения я когда читал я думаю хуже уже вроде как быть не может но оказалось что может опять-таки если вы не придирчивый читатель и вам нужна просто хорошая интересная атмосфера то в принципе санатории вам может зайти для того чтобы тоже скоротать вечер сюжет вдаваться пока не буду аннотация в принципе отражает сюжет если вам захочется прочитаете но я был там очень сильно не советовал убийство ради компании история серийного убийцы дэнниса нильсона автор брайн мастерс вот такая вот красивая обложка вот такой вот форзац бледнолицая ложь у меня была лучшей книгой в серии документальный триллер года в инспире пока я не прочитал эту книгу хотя в целом я могу сказать это вообще просто одна из лучших книг про серийных убийц потому что автор умудрился написать настолько подробно историю маньяка плюс он не показывал только одну точку зрения у нас тут разные точки зрения и во время чтения и вроде как и проникаешься симпатии к убийце хотя начало книги где он там варит человеческие головы и в кастрюлях вызывали отвращение но по мере чтения ты начинаешь проникаться что ли персонажем как бы это глупо не звучало я никогда не чувствовал сострадание к серийным убийцам но эта книга заставила меня немножко по-другому на все взглянуть и опять ближе к финалу книги автор делает просто идеальный ход когда он тебе дает разные точки зрения и читатель уже сам выбирает чему верить верить убийца кстати здесь есть его письма тут автор сам лично с ним общался поэтому очень подробно все описано вот плюс есть как раз такие мнения самого автора мнение экспертов и не знаю почему именно наверное эти мне книга и понравилось что она не пыталась тебе вдолбить одну определенную точку зрения а именно читатель сам выбрал я вот для себя выбрал но пока не буду говорить на чем я остановился но книгу очень и очень рекомендую это одна из лучших новинок у издательства инспири поэтому читайте слушайте как вам будет угодно так и следующая новинка одним лайком меньше элари лойд это дуэт двух авторов ну как автор семейной пары муж и жена одна сатана и они написали такую вот милую красивую книжку кстати вот тут опять оформление мне вообще не нравится потому что она не очень соответствует нет ладно соответствует содержанию но она смотрится не очень потому что сама история довольно серьезная довольно мрачная очень пугающая о темной стороне соц сетей то есть все что мы говорим все что мы выкладываем аля будучи блогерами а тут в центре сюжета инстамамка вот иногда может обернуться очень очень плохо в общем это об обратной стороне соц сетей на форзе с этой книги можно встретить мой очередной короткий обзор где я написал зачитываю современный триллер который затрагивает очень актуальные и важные темы как социальные сети влияют на нашу жизнь стоит ли транслировать личную жизнь в интернете и какие темные стороны есть у успеха захватывающий дебют который наглядно показывает какой лицемерной может быть блогерская среда главной интриги книги откроется читателю лишь в самом конце кто умрет так и за что в общем книгу очень буду вам рекомендовать она тоже небольшая тут сколько страниц так тоже меньше 300 страниц вот прочитайте очень быстро впечатление оставит очень хороший ну и может кому-то и нравится обложка мне по-прежнему она не нравится но содержание того стоит поэтому читать и закончу я как раз таки этот ролик свои тоже опять одно из самых любимых книг этого года я уже говорил мы начинаем в конце крис вы такер у меня уже есть эта книга на полке я вам показывал в предыдущем ролике тот был экземпляр не для продажи а это уже книжка которая поступила для всех оформление в принципе она ничем не отличается все то же самое правда экземпляр для блогеров был напечатан на более лучшей бумаги а так для коллекции будет и вот такой вот экземплярчик у меня вот и и опять такие очень очень советую вообще в этом ролике где хотел просто показать книжки я уже вам посоветовал крутые новинки которые вы просто обязательно должны прочитать это мы начинаем в конце это одним лайком меньше это убийство ради компании трилогию майка омера и блинолицая ложь вот ну из прям самых самых хитов это вот то что вы реально должны прочитать очень очень рекомендую на этом буду заканчивать спасибо за просмотр и до новых встреч хороших вам историй